Танцуй со мной Виктор Нефедов, привет! С недавних пор еще и певец. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за медальон на шее? С недавних пор я КВНщик, участник команды КВН «Джин». Медальон — это буйвол. То есть мы напутали последовательность. Нужно было начать с медальона, потом ты стал певцом, и позже ты начал играть в КВН. Хорошо. А почему такое падение карьеры, я не пойму? Медальон, наоборот, это подъем. Не, а почему в итоге КВНщик? Я считаю, что, наоборот, это не падение, а достижение. На самом деле, команда КВН «Джин», если я не ошибаюсь, это чемпионы 2017 года. Ассоциации команд КВН Узбекистана. Так что Виктор еще и чемпион. Ребята ездили, представляли Узбекистан, в Сочи на международном фестивале КВН. Да, это тоже достойно аплодисментов. И, насколько я знаю, выступили очень успешно. Ты поешь в каком направлении, в каком стиле, давно ли, почему вдруг запел? Ты же раньше стихи рассказал. Я сейчас с 12 лет, в каком направлении, если честно, я пока еще сам не определился. Люблю более такую поп-рок музыку, но приходится, как говорится... Читать рэп? Нет. Хорошо, в твоем репертуаре Стас Михайлов есть? Нет. Лепс? Да. А, хорошо, то есть на хлеб находишь, да? Ну да. Сколько авторских песен у Виктора на сегодняшний день? Порядка 20, наверное, на сегодняшний день. Нет, подожди, песни Лепса не считаются твоими авторами? Нет, Лепса не считаются, да. Лепса не считаются. Если слепся, то получается где-то 560, наверное, где-то. Ага. А у тебя есть, может быть, сборник, альбом? Где можно послушать, познакомиться с твоим творчеством? В ВКонтакте, на сайте на моем, Инстаграм. В Инстаграме слушать музыку? Ну да, там по минуте выкладываешь. То есть больше минуты ты свои треки слушать не советуешь, да, я так понимаю? Не в открытом формате. Ну, смотря какой трек. Дайте мне минуту подумать. Хорошо, дамы и господа, Виктор Неподов, ваши аплодисменты. Спасибо большое. Мы продолжаем. Объяви, пожалуйста, ты как человек причастный к футболу. В общем, я прочитаю. У меня есть целый список, во-первых, регалий. Ну и написано, как правильно вас представить. Итак, узбекский футболист и тренер Игорь Анатольевич Шквырин. Здравствуйте. Чемпион СССР 88-го года. Обладатель Кубка Футбольного Союза СССР. Чемпион Азиатских Игр 94-го года. Уже можно аплодировать, кстати. Чемпион Малайзии 95-го года. Чемпион Узбекистана 98-го года. Чемпион Индии. Я не знаю, при чем здесь Индия. 2000-го года. Сейчас все объяснить. Еще есть личные достижения. Это же все правильно? Это все про вас? Итак, продолжаем. Лучший бомбардир турнира Первой Лиги СССР в составе Пахтакор. Лучший игрок финального турнира. Можно аплодировать, правда? Лучший игрок финального турнира летних азиатских игр. Лучший бомбардир чемпионата Узбекистана. Лучший бомбардир Национальной Футбольной Лиги Индии, опять-таки. И это все один человек, понимаете? Хочется добавить, делает сальто, садится на шпагат. Как у вас это получалось и почему это не получается у нынешнего поколения футболистов? Расскажите. У меня это получилось не сразу, а за несколько лет, скажем так, период какой-то был. Поэтому на протяжении 21-го года я играл в профессиональный футбол, скажем так. Поэтому за это время наследил чуть-чуть. Смотрите, больше 20 лет прошло с того момента, как сборная Узбекистана именно в этой категории, U23, правильно я называю категорию, победила в чемпионате Азии, становится чемпионом Азии. По-вашему, что мешало ребятам все это время? Вот вы ушли, закончили игры, победили, ушли. Вы не дали команду остальным, что, ребят, надо играть для победы. Когда мы это выиграли, там была немножко другая школа, скажем так. Поэтому это поколение ушло, и у нас был такой переходный период, что как раз поколение, оно и выросло на сегодняшний день. Я надеюсь, что они будут продолжать так, не только до 23-х турнира, но и попадут в сборную, чтобы наша сборная тоже именно выступила так же удачно. Ну и в первую очередь, конечно, надо выйти на чемпионат мира. Хотя бы следующий. Тем не менее, наши ребята буквально несколько дней назад стали чемпионами Азии. Да, наша юношеская сборная, поэтому они тоже достойны апплейсментов. Я думаю, они услышат. Мы их поздравляем, очень рады за них, спасибо вам большое. Парень приехал к нам из Украины, встречайте Юрий Довбыш. Еще раз привет, 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 привет. Давайте, давайте поаплодируем, разомнем свои ладошечки. Все красавцы молодцы. Меня зовут Юрий Довбыш, я ведущий рубрики «Крик народа». В этой рубрике я задаю людям на улице вообще вопросы, самые простые. Давайте посмотрим на экране. Меня зовут Юрий Довбыш, и это рубрика «Крик народа». Сегодня в ней мы узнаем, как хорошо люди знают о городе Ташкенте, а точнее, сколько лет городу Ташкенту. Итак, поехали. Назовите три причины, по которым славится город Ташкент. Ташкент славится своим этим, национальным этим. Добрый народ, у нас самая интересная история. Тарах. Кто? Тарах на узбекском. Тарас. Тарах – это история. Своей архитектурой. Третья, что сказать. Красивая ташкент. Раз. Многие университеты. Два. Институты. Развлечения. Какие развлечения есть? Ну, развлечения. То, что у тебя в Самарканде, нет. Какие у тебя развлечения есть? Все есть. Белое золото. Третье. Третье. Третье, третье, третье. Ну, третье не знаю. Вестеприимство. Вот, три. Вот, не зря ее позвали, потому что... Назовите три причины, чем славится город, по которым вообще славится город Ташкент. Славцы? Самса? Или что? Алло? Это в два уже, да? Да, два. Ну, еще... Что вам сказать? А, может, помогут? Ох, отляю. Плов, а нам... Сейчас шли. Кто не любит плов? Кто не любит на рынок? Сколько лет в городе Ташкент? Мы? Здесь? Нет. Вообще, сколько лет в городе Ташкент? 25, по-моему. У вас 6 лет будет скоро. Да. 77? 77. Ээээ, 27 будет... Ой, подскажите кто-нибудь. Ну, помогай давай. Давай, скажи, хочешь кто-нибудь? Ну, я не могу вспомнить. Сейчас, сейчас, ну, никак не могу вспомнить. 27 лет. Да, будет. Ну, с таком. Эээ, ну, вы так, приблизительно дайте мне... Ориентир? Да. Ну, вот перед этим молодой человек сказал 26. Сейчас, сейчас, вот прям в языке стоит, как его... Может быть, он не про Ташкент даже говорил? Я думаю, он, наверное, не про Ташкент говорил. Не знаю вообще. Сколько лет городу Ташкенту? Не знаю, если честно. Отзабыл, потому что мы не местные сегодня приехали. Сколько лет городу Ташкенту? Хороший вопрос, я не знаю. Последний раз, я помню, 2500 лет справляли, по-моему. А потом через... 2500. Да, потом, по-моему, 800 летие справляли. Почему, не знаю. Больше 100, я точно знаю. Больше 100, точно. 2025? 2200. Почти. 2200. 2225. Само 2020 было, да. Ой, 2200. Сколько лет городу Ташкенту? 2200 лет. А вы думаете? Так же? Блин, вы, девчонки, вы... Правильно? Да, это правильно. А, да? А, да, да, да. Нам в школе это не объясняли? А сколько лет городу Ташкенту вы так хорошо знаете? 2200. 2200. Вы... А, да, 2200. Вы одна из немногих, кто так отвечает, понимаете? Я просто нервничаю. Ну что ж, друзья, в этой рубрике мы узнали, что городу Ташкенту 2200 лет, и некоторые жители об этом знают все-таки. Это очень приятно. С вами была рубрика «Крик народа», и я ее ведущий, Дубаш Юрий. До встречи. Я просто нервничаю ее. А что, вы волнуетесь? У меня вон руки холодные даже стали. А что, надо согреть, что ли? Я не пойму. Всем спасибо. Это была рубрика «Крик народа». С каждым днем желающих заниматься стендапом становится все больше. К сожалению, мы не смогли показать все выступления начинающих стендап-комиков, но лучшие моменты вы увидите прямо сейчас в рубрике «Открытый микрофон». Наблюдение из жизни. Если таксист делает музыку тише, значит, он не знает уже дальше, куда ехать. Как-то в моей машине сели две тетки, 130-135 килограммов каждая. Обе сели в одну сторону. Одна спереди, другая сзади. И вы знаете, когда я поворачивал направо, я просто отпускал руль. Теперь я знаю, почему на машине все время изнашивается резина. Как-то ехал на Дамасе, и нас на посту остановили для проверки лицензии. Водитель повернулся к нам и сказал, если что, мы все родственники и едем на свадьбу. Он побежал к инспектору налоговой, а к нам подошел гаишник. Открыл дверцу, посмотрел на нас. Потом посмотрел на корейца, который сидел рядом со мной. И удивленно спросил, а вы кем являетесь водителем? Кореец на узбекском ответил ему. Мену на тагаси буламан, тагаси. Слушайте, мне уже 25 лет, но выгляжу я не очень брутальным. И вот чтобы выглядеть брутальным, я решил набить себе татуировку, но столкнулся с какой-какой проблемой. Вот мне мама не разрешила просто. И решил пойти старым проверенным методом. И купил себе жвачки и набил себе переводилки. Просто наклеил. И я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Да, я в центре шährт, мой из-за сад, в одном из окнахю, чем я в меню. Я не знаю, адреса, что не будет. Я скажу, что мой завер, а не будет. Я говорю, что я говорю. А вот это так делается. Не большой вот, немного. И это очень много. Я говорю, что мне не говорится. Да, нет. Я не знаю. Но, конечно, это не так странно. НаMO, и это уже рудет слушай, выращивая了. Пока я как-то говорила, я попросила ребенка в руке. Он и говорит, что тогда, я иду на мою жизнь. Я иду на мою жизнь. Но мостовик был такой шokratер, когда это такси. У меня есть деньги, но у меня нет. Но, это как? Но, у меня будут смотреть в Пятаке клинт-кутуб видео. Как работаю, клинт-кутуб, не понимаешь, что я проявляю, что у меня не ност Spyлат. Но я понимаю, что с ребенком я не знал, что, что у меня нет парней? У меня были на ухо в дом и я уже без во всех сфер. И я не знал, что которого вот это было, а у меня нет парней. А я переделал его, тем же мне, билой, она закончится на каузом. И я решила, что приглашается на муся. Отк Встречайте самый уверенный в себе стендап комик Тарас Касымбаров. Ну, здрасте, здрасте, привет! Ребят, я работаю массажистом, и вот я постоянно со своими пациентами разговариваю про лишний вес. Вот постоянно, да, надоело. И тем более, да, вот недавно мой один пациент, он Америку открыл, да, он прям сказал азбучную истину. Говорит, для того, чтобы знать свой точный вес, нужно взвешиваться голым. Нужно взвешиваться голым. Вот ты адекватный, нет, вот вообще, да? Неадеквандер, блин. Я в этот момент подумал, вот из-за кого пропали все бабушки с весами возле рынков. Я возле Кадышева живу, у нас ни одной бабки не осталось. Ни одной. Один дед сидит с весами, знаете почему? У него можно взвеситься за 500 сум, он еще ножи продает. Знаете, недавно к нам в больницу приходила пожарная инспекция, и они нам приказали, да, они сказали нам, что на каждой двери должна висеть бумажка с планом пожарной безопасности. Бумажка с инструкцией пожарной безопасности и бумажка, где написано, кто ответственный за противопожарную безопасность. Вот пожарный, вам не кажется, что чем больше бумаги, тем лучше горит? И знаете, вот самая странная вещь, связанная с пожарными, со мной произошла в Москве, да, в метро. Я видел пожарный щит, естественно, деревянный. И на нем было написано, в случае необходимости разбейте стекло. А за стеклом ничего не было. Вот от чего может помочь этот щит? Да, только от досады, да, все сгорело. И от обиды. Знаете, я живу в квартире, и вот сейчас у меня ремонт, ребята, это... Кто это пережил? Это просто адская штука. И знаете, ремонт, он немного такую делает вещь, он старым вещам, старым предметам дает новую жизнь. Да, вот, например, старый рваный мячик — это отличная чашка для алебастра. В последующем эта чашка от алебастра — отличная накладная лысина, чтобы пародировать Гошу Куценко, да? Да, не смешно, понимаю. Но я эту шутку придумал давно, когда Гошу Куценко еще был популярен. Именно с тех времен у меня идет ремонт, понимаете? И говорят, что вот в семейных отношениях есть три главных кризиса. Это три года, пять лет и семь лет. Я объясню. Просто на три года семейная пара понимает, что им надо поменять обои. А на пять лет они понимают, что нужно вынести кухню на балкон. А на семь лет вы понимаете, что нужно сделать гипсокартоновые потолки. Вы знаете, мы когда обои дома отдирали, мы офигели, да? Знаете, у нас там столько слоев было, у нас хата реально шире стала. И знаете, недавно я посмотрел в интернете, ну, мотивационную речь, там было написано «Если не можешь идти в сторону своей цели, хотя бы упади в ее направлении». По этой логике на улице лежат самые целеустремленные люди. Вот эти, знаете, бизнесмены в пиджаках, которые... Молодой человек, у вас не найдется тысяча сумм на мой социальный проект, я не могу упасть в сторону своей цели. Просто, ну, вот кто это придумал? Ты вот что, ты хуже того, кто взвешивается у бабок, что ли? Я вам так скажу, лучшая мотивация, ребята, это долги. Просто вот серьезно, Эрнест Хемингуэй, он написал «Старик и море», потому что у него был огромный кредит. Винсент Ван Гог писал картины, потому что у него были карточные долги. Я сейчас с вами разговариваю, потому что я взял у Камилы Джалилова деньги на туфли. Деньги уже кончились. И самое главное, ребята, ребята, ребятушки, у меня все, спасибо большое. Встречайте постоянный резидент стендап-шоу Павел Ким. Всем здравствуйте, здрасте. На прошлую съемку к нам приходил Каренга Фурджанов. И во время его интервью он давал какие-то мастер-классы по вокалу. И он говорил, что когда вы поете песню «О соле мио», на моменте «О соле» нужно делать ноздри в форме буквы «О». Я не знаю, как у вас, я не знаю, как у других, но у меня ноздри всегда в форме буквы «О». Если вдруг у вас ноздри в форме другой буквы, типа «Ж», «У», «З», то не пойте песню «О соле мио». А лучше обратитесь к врачу или Карену Гафурджанову. Он знает, как с этим жить. Недавно мне одна знакомая сказала, что ей приснилось, будто у меня появилась новая девушка. И, ну, как будто это вещи сон. Ей, конечно, я сказал, я не верю в это все, вещи сны. Но вы замечали, как мы начинаем вести себя в таких ситуациях? Я сказал, ой, я во все это не верю. А она симпатичная была? Симпатичная, да? Хорошо. Не толстая, да? Не толстая. Хорошо, хорошо. А что мы делали? Ничего, да, не делали? То есть мы даже не целовались, да? То есть даже в твоем сне с вымышленной девушкой у меня ничего не получилось, да? Спасибо, спасибо. Но я не расстроился, я не расстроился, потому что, на самом деле, у меня уже есть девушка, но она, знаете, она такая зануда, она такая, знаете, я точно знаю, что она со мной из-за денег, потому что два месяца назад я занял у нее два миллиона, и она все ходит за мной, такая, отдай, отдай, ну, зануда, говорю же, короче. Я вообще человек такой, я за то, чтобы все вещи называть своими именами. Вот какая самая популярная приправа в Узбекистане? Зира. Мы добавляем ее везде, всюду, всегда. И когда вы заходите в какую-то кафешку, там есть национальные блюда и европейские блюда. Но рили, европейские блюда с зирой, серьезно, европейские блюда с зирой, это как котлеты по-киевски из баранины и, я не знаю, там, лягушачьи лапки с сузьмой. Вот это европейские блюда с зирой. Но мы недавно с коллегами как раз ходили на обед, заказали сузьму, нам принесли сузьму, и где-то минут через пять нам принесли красный перец. И официант совершенно не говорил по-русски, и он сделал такое движение, типа, ага, ага, типа, перец на сузьму. И вот неужели, по его мнению, мы настолько тупые, что вот если бы он не показал, как это делать, мы бы сидели весь обед и думали, а как этим пользоваться? Может быть, сузьму нужно в перец добавлять? Или нужно перец сразу в рот сувать, а потом сузьмой заедать? И, знаете, ему осталось только отломить лепешку, макнуть сузьму, засунуть нам в рот и вот так вот челюсть нам подвигать, чтобы мы сами не делали это. Мы же, по его мнению, настолько тупые, но на самом деле, знаете, кто самый тупой? Это вот бабка из сказки «Колобок». Я понимаю, что очень много шуток про колобка и все такое, я не буду это все задвигать. Единственный вопрос, который меня интересует, почему он круглый? Ну, это же хлеб, я имею в виду. То есть вы приходите в магазин, там какая-то буханка хлеба, там батон, бородинский хлеб, и ни с того ни сего круглый хлеб. Круглый хлеб, его никто не купит. И вот я точно уверен, что это бабки дикие проблемы с физикой, потому что она на подоконник с открытым окном поставила круглый предмет. Я не удивлен, что он укатился, понимаете? И вот, по идее, это сказка про то, что он от бабушки ушел, он от дедушки ушел, они в печали и все такое. Но на самом деле, это сказка про то, что эта бабка дура, потому что вряд ли... Вряд ли она такая пришла и такая, где хлеб? Дед, где хлеб? Нужно написать в полицию, позвонить в жди меня на номер 937-9992, какого я вообще помню этот номер наизусть? Скорее всего, там пришел дед и такой, бабка, я тебе говорю, что он укатится, а ты нет, нет. Знаешь почему? Потому что ты дура. Вот поэтому об этом и сказка. Вообще, женщины, знаете, очень странные существа. Я недавно знакомую подвозил до дома, а я не знал, где она живет, и мы заехали в какую-то дикую махалю. Мы едем, 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 я говорю, что, сколько еще? Она говорит, ну, еще чуть-чуть проехать надо. Мы едем дальше, едем, едем, я говорю, сколько еще? Она говорит, ну, еще чуть-чуть осталось. Мы едем, едем, я говорю, сколько еще? Она говорит, ну, все, здесь остановись. И она вышла, понимаете? И у меня вот такое ощущение, что вот в какой-то момент ей стало стыдно. Мы остановились, она вышла, а на самом деле еще километр пешком идти. Вот такое ощущение. Девушки, если у вас день рождения в 20-х числах февраля, и вы до сих пор одна, не переживайте. Это что? Не, переживай. Ты переживай. Нет, если у вас день рождения в 20-х числах февраля, не переживайте, дело не в вас, дело в календаре. Ну, сами подумайте. 14 февраля, день Святого Валентина. Извиняюсь, день рождения Бабура. Ваш день рождения, 20-го февраля, и плюс 8-е марта. Это же три подарка. Три подарка. Нужно подарить три подарка. Понимаете? Три подарка. Нужно подарить три подарка. И проблема в том, что нужно же придумать, какие три подарка нужно подарить. Нельзя же разделить один подарок на три праздника. Типа подарить DVD-диск ее любимый, типа Матрица 1, Матрица 2, Матрица 3, или ее любимая книга, там три товарища, да, по товарищу на каждый праздник все такое, или там каждый праздник во флакончик духи подливает, ну типа с праздником, с праздником. Но самый прикольный вариант, я вот всем советую, на 14 февраля подарите своей девушке зарядку от айфона, на день рождения подарите чехол от айфона, а на 8 марта расстаться нужно. Вот это вот прям, вот эта тема. Это круто. Ко мне, вообще ко мне недавно подошел один маленький мальчик, и вот на полном серьезе, на полном серьезе он у меня спросил, вы русский или узбек? И вот я ему сказал, я кореец. Он говорит, ну тогда скажите что-нибудь по-корейски. И вот у меня такое ощущение, что если бы я сказал, что я эльф, он бы сказал, скажите что-нибудь по-эльфийски. Но вот смотрите, он же маленький, я мог его обмануть, я мог сказать, что я негр, да? Он бы сказал, ну тогда скажите что-нибудь по-черному, я не знаю. Я бы сказал, а потом он бы вырос, он приехал в Африку и такой, а где все негры? Еще хуже, я мог сказать ему, что я эльф. Я бы сказал ему что-нибудь по-эльфийски, потом он бы вырос, приехал на Сергиле, такой, вау, да тут все эльфы! Куда ни посмотри, все эльфы! И сейчас очень модно, да, покупать себе дорогие автомобильные номера, типа 707, 777. Прикольно покупать дорогие мобильные номера, типа 999, 9909. Но это сейчас круто, ты записал в телефон, забыл тут же, неважно какой у тебя номер. А вот раньше, когда у вас были не просто кнопочные телефоны, а дисковые телефоны, если у вас в номере была хотя бы одна девятка или нолик, вам звонили не только с неохотой, но и с ненавистью. Потому что тогда позвонить на 999, 9909... Не та цифра! У меня все, друзья, спасибо! До новых встреч, друзья! Пока! Все! Спасибо! Канает! Пока-пока-пока! Канает! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!